Армения просит Россию о демаркации границ с Азербайджаном Президент Армении Армен Саркисян направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном во избежание возможной напряженности между Ереваном и Баку. Цель просьбы – исключить дальнейшую напряженность и негативное развитие событий, отмечается в сообщении. Сегодня же премьер-министр Армении Никол Пашнен принял посла США в Армении Лин Трейси. Согласно информации, стороны отметили важность армяно-американского сотрудничества и обсудили ситуацию в Карабахе. Между тем, глава оборонного комитета армянского парламента Андроник Кочерян, который состоит в провластной фракции «Мой шаг», выступил за установление дипломатических отношений с Азербайджаном. Андроник Кочерян заявил о необходимости начала диалога и установления дипломатических отношений с Азербайджаном. «Мы проиграли и на поле боя, и морально, и психологически. Надо по возможности скорее выйти из этой ситуации. Необходимо попытаться начать диалог с победившей стороной, насколько трудно бы это ни было. Установление диплоотношений с Азербайджаном может изменить ожидающиеся перспективы», – сказал Кочерян, выступая в парламенте. Совершенно неожиданная информация поступила из Сирии. Представители из Сирийского центра «Сирийцы за правду и справедливость» утверждают, что сотни сирийцев из пророссийского пятого корпуса были отправлены в Карабах воевать на стороне Армении. Согласно публикации, вербовку курировали местные лидеры племен в Хомсе и Дейредзоре. Две группы якобы прибыли в Армению 21 октября, но вроде как их пункт назначения был изменен. Первоначально они должны были отправиться в Ливию. Этот процесс происходил параллельно с вылетом других сирийцев-добровольцев армянского происхождения, которые самостоятельно или при помощи местных политических сил вылетали из Сирии и Ливана для участия в боевых действиях в Карабахе на стороне Армении, сообщают в Сирийском центре «Сирийцы за правду и справедливость».